Мощный ураган уже совсем рядом с США. Во Флориде в магазинах пустые полки, школы и аэропорты закрыты. Этот ураган к нам пришел довольно быстро. В аэропорту Сан-Франциско при посадке самолета пострадали несколько пассажиров. Пропалестинские активисты пытались прорваться к зданию ООН в Нью-Йорке. Что из этого вышло? В штате Миссури казнили преступника за убийство. Почему даже родственники жертвы были против высшей меры наказания? Ни одно жюри и ни один судья не сочли заявление Уильямса о невиновности достоверным. Жителю Гавайев предъявлены обвинения в попытке покушения на Трампа. Полиция Аризоны расследует нападение на избирательный штаб Камал и Харрис. Русскоязычным жителям Калифорнии напоминают о правилах голосования, что нужно знать. В США поднимают выплаты по программе продовольственной помощи. Американские бездомные. Сколько сейчас живет людей на улице и почему они отказываются от помощи? Министерство юстиции обвиняет компанию Visa в монополизме. Как это отразится на клиентах крупнейшей компании? И медведи стали чаще посещать парковки национальных парков. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Сегодня среда, 25 сентября. Мы вернулись в нашу студию, так что устраивайтесь поудобнее. Новостей много. Как обычно, в это время на YouTube-канале Бюро я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки. Ну а если нас смотрите первый раз, то подписывайтесь на Бюро. Ну а мы начинаем. Начинаем с новости последних часов. Взрыв произошел в здании суда в городке Санта-Мария в Калифорнии. Сообщается о пострадавших. Также известно, что один человек был задержан в связи с этим ЧП. Мы будем следить за поступающими новостями. Но вот о чем мы вам только что сообщили, это единственное, что сейчас известно к этому часу. Еще одна новость из Калифорнии. Там несколько человек пострадали на борту самолета United при посадке в аэропорту Сан-Франциско. Лайнер уже готовился приземлиться, когда пилоты совершили резкий маневр. В результате два пассажира пострадали. Пока не ясно, почему во время снижения они не были пристегнуты. Но один из пострадавших вообще не был на своем месте. Выяснилось, что резкий маневр пилоты совершили после того, как получили с земли сообщение об опасном сближении с другим самолетом. Из-за экстренной ситуации пришлось резко изменить высоту. В Лос-Анджелесе преступник напал на городской автобус. Он застрелил пассажира, взял в заложники водителя и потребовал выехать из города. Полиция начала преследование автобуса. Погоня продолжалась около 10 километров. После этого водитель не справился с управлением, автобус съехал на обочину. Полиция попыталась задержать преступника, но он открыл огонь. Но вот в итоге его все же удалось задержать. Мотивы этого нападения пока неизвестны. Другим новостям теперь и Нью-Йорк. Там продолжается Генеральная ассамблея ООН. Вокруг здания уже несколько дней идут митинги про палестинских активистов. Накануне они попытались взять здание штаб-квартиры ООН штурмом. Они громили полицейские кордоны и ругались с полицейскими. Несколько десятков человек в итоге были задержаны. Одна из самых обсуждаемых тем в США. В штате Миссури казнили преступника за убийство. Причем и прокуроры, и даже родственники жертвы были против такого наказания. По версии следствия, Марцеллус Уильямс совершил убийство. В 2001 году его приговорили к смертной казни. После этого долгие годы адвокаты пытались обжаловать приговор и доказать, что их подзащитный невиновен. Например, выяснилось, что образцы ДНК убийцы с места преступления не совпадают с образцами ДНК Уильямса. Эти доводы заставили даже прокуратуру попросить о пересмотре этого дела. Против казни были и родственники убитой женщины. Однако Верховный суд штата оставил приговор в силе. Мужчину казнили при помощи смертельной инъекции. Ни одно жюри и ни один судья не сочли заявление Уильямса о невиновности достоверным. Два десятка лет судебных разбирательств и более 15 судебных заседаний оставили в силе его обвинительный приговор. Поэтому приказ о казни был выполнен. Ну а прямо сейчас одна из главных новостей в Америке. Жители Флориды готовятся к удару урагана Хелен. По расчетам синоптиков в четверг вечером он достигнет материковой части США. Основной удар придется на северо-западную часть Флориды, а также на Тампу и острова Флорида-Кис. Во многих районах уже идет эвакуация. В пункты временного размещения завозят генераторы, запасы еды и воды. Также готовятся поисково-спасательные группы. Синоптики ожидают, что после Флориды циклон двинется на север в сторону Теннесси, Кентукки и Индианы. И вот сегодня нам удалось связаться с жительницей Флориды Илоной Красавцевой. Она рассказала, как жители города Палм-Харбор готовятся к стихии. Давайте посмотрим небольшой репортаж из Флориды. Я нахожусь сейчас в городе Палм-Харбор, это штат Флорида, регион Тампа-Бэй. И на нас надвигается ураган третьей категории, Хелен его называют. Это мейджор. И наши власти сейчас потребовали от нас обязательной эвакуации всех из прибрежных районов. Я живу не в прибрежном районе, у меня даже не флотзон, поэтому мы под добровольной эвакуацией. Но пока еще в планах нет никакой эвакуации. Школы у нас закрыты, аэропорты закрыты. Будут, сегодня еще работают аэропорты, сегодня еще не началось. Все произойдет завтра, и ландфол, это обрушение на землю, и основная масса воды должна прийти завтра. Пока в городе все спокойно, такого ажиотажа не наблюдается, на заправках очередей нету. Дело в том, что вот этот ураган к нам пришел довольно быстро. Мы не ожидали такой скорости. Я еще несколько дней назад, 3 или 4 дня назад, я еще смотрела на аппликейшн, не идет ли на нас какая-то система, не формируется ли какая-то система. Еще ничего не формировалось. И вот буквально за 2 дня она сформировалась, и на нас надвигается действительно серьезный такой мейджор из Мексиканского залива. Он должен прийти. К сожалению, мы несем финансовые потери. Я певица, я должна была выступать на открытии большого итальянского заведения завтра, но открытие отменилось. У меня также сайды Airbnb бизнес, там тоже клиенты отменили свое бронирование, поэтому да, вот мы несем финансовые потери. Ну хорошо бы, если бы взяли только деньгами, чтобы не было еще и ущерба, потому что ураганы у нас стали гораздо более злостные. Я живу во Флориде 11 лет, и такого не помню, чтобы так часто и чтобы с таким ущербом у нас проходили вот эти тропические циклоны. Ну вот покажу вам всю surrounding area. Возле магазина машины, народ закупается водой. Но пока никаких серьезных очередей на заправках я не наблюдала. Stay safe and stay dry. Другим новостям Райану Руту предъявлены обвинения в попытке покушения на Трампа, а также еще по нескольким пунктам. Следствие все же сумело найти улики, которых хватило для таких серьезных обвинений. Напомню, что Рут был задержан в гольф-клубе Трампа во Флориде, ну возле него. Рут не стрелял, но рядом с ним были найдены автомат и камера GoPro. Американские юристы с самого начала говорили о том, что доказать попытку покушения будет очень сложно. Но вот теперь в деле появилась записка Райана Рута, по сути, с чистосердечным признанием. Ранее о такой записке ничего не сообщалось. Если вина Рута будет доказана, ему может грозить до пожизненного заключения. Ну а Конгресс США утвердил законопроект о секретной службе. Документ ужесточает требования по защите кандидатов на пост президента. Теперь их должны защищать так же, как и действующего президента. Документ единогласно поддержали обе палаты Конгресса. И теперь документ должен подписать президент Джо Байден. Ну а полиция Аризоны расследует нападение на избирательный штаб Камалы Харрис. По предварительным данным, неизвестные обстреляли здание через окно глубокой ночью. Но вот пока найти преступников не удалось. Вокруг офиса усилены меры безопасности. Добавлю, что в Аризоне Камала Харрис планирует выступить уже в эту пятницу. Власти Калифорнии начали напоминать местным жителям о правилах голосования. Об этом нам даже сегодня сообщили русскоязычные жители этого штата. Чтобы принять участие в выборах, нужно зарегистрироваться в качестве избирателя. Крайний срок для этого 21 октября. После регистрации избиратели смогут получить бюллетени по почте. Рассылать их начнут 7 октября. В каждом округе бюллетени отличаются. Дело в том, что 5 ноября вместе с выборами президента идут и выборы в Конгресс, а также множество местных выборов. Вместе с бюллетенем по почте приходит подробная инструкция по заполнению. Важно правильно упаковать бюллетень в конверт и отправить обратно. Для тех, кто хочет лично прийти на участок, досрочное голосование в Калифорнии начнется 26 октября. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо вам огромное! Я Денис Чередов и мы продолжаем. В США поднимают выплаты по программе продовольственной помощи. Это так называемые фудстемпы и программа называется СНЭП. Правда, изменения небольшие, всего несколько долларов. Но вот власти утверждают, что таким образом они собираются компенсировать инфляцию. Максимальная сумма для одного человека составит 292 долларов в месяц. Семья из четырех человек может получить 1756 долларов. Также в некоторых штатах действуют повышенные ставки из-за того, что жизнь там дороже. Ну, например, это Гавайя, Аляска или остров Гуам. Теперь опять Нью-Йорк. Команда мэра Нью-Йорка Эрика Адамса разваливается на глазах. Сегодня об отставке заявил глава департамента образования. Обязанности главы будут исполнять его заместители, еще несколько помощников. Напомню, что последние недели офис мэра сотрясают громкие отставки. Самая громкая – это отставка главы полиции. Местные СМИ в Нью-Йорке считают, что чиновники хотят дистанцироваться от Адамса на фоне расследования ФБР. В Соединенных Штатах на улице живет почти 600 тысяч человек. Это официальная оценка местных властей. Самая тяжелая ситуация с бездомными в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Денвере. Причем за последний год бездомных стало на 50 тысяч больше. В основном из-за притока нелегалов в Соединенные Штаты Америки. Ну, а вы пишите в комментариях, вот в вашем городе и штате много ли бездомных, видите ли вы их на улице. Буду ждать ваших комментариев под этим видео. Одна из главных проблем в Америке – это нелегальная иммиграция. По крайней мере, таковы результаты последнего опроса, который провели журналисты известного канала Fox News. Но мало кто знает, что еще в 1986 году президент-республиканец Рональд Рейган объявил амнистию для нелегалов. Тогда люди, которые прожили в стране 5 лет и нарушили иммиграционное законодательство, в итоге получили документы. Сегодня нелегалы такого подарка вряд ли дождутся. Недействующий президент Джо Байден, ни кандидат от республиканцев Дональд Трамп вряд ли объявят амнистию для нелегальных иммигрантов. Но кто бы ни стоял у власти, Америка все-таки страна иммигрантов. А получить легальный статус вам поможет профессиональный адвокат Алина Кац. Политическое убежище, грин-карты для жертв домашнего насилия, воссоединение с семьей, рабочие визы и бизнес-эмиграция. Всеми этими вопросами занимается команда Алины Кац. Записаться на консультацию к Алини Кац можно и в Бруклине, и в Манхэттене. И пусть ваши американские мечты сбываются как можно скорее. Спасибо всем огромное за лайки, за ваши комментарии. Мы продолжаем. Министерство юстиции обвиняет компанию Виза в монополизме. По их данным, компания использует свое доминирование на рынке и подавляет конкурентов, которые могли бы предлагать дебетовые карты с более дешевым обслуживанием. Известно, что больше половины всех дебетовых транзакций в США проводятся с использованием сети Виза. Ну а компания зарабатывает около 7 миллиардов долларов в год. Только на комиссиях за обработку этих транзакций. Журналисты NBC уже почитали, что решение Минюста может сказаться на каждом из нас, так как убытки компания будет покрывать за счет клиентов. Ну а значит, платить за это будут все пользователи карт Виза. Очень важный новый закон в Калифорнии. Теперь долги за медицинские счета не будут влиять на кредитный рейтинг. Документ накануне подписал губернатор Калифорнии Ньюсом. Также банкам Калифорнии запрещено взымать высокую комиссию за овердрафт. Ну, в общем, вот такая вот новость, хорошая достаточно, из Калифорнии. А вы знаете, что в Америке никому нельзя сообщать номер своего социального страхования? Правда ли это? Или все-таки есть некоторые исключения? Оказывается, в Америке вы смело можете назвать номер своего социального страхования агентом по медстрахованию. Именно поэтому сотрудники компании Health Brokers получают специальные сертификаты и несут ответственность за личные данные клиентов. В компании Health Brokers в Бруклине можно оформить любую медицинскую страховку и выбрать план, который подходит именно вам. Также здесь вам помогут грамотно заполнить заявку на получение пособия по безработице или отправят от вашего лица документы на разные федеральные программы помощи для малообеспеченных жителей Соединенных Штатов. Для этого нужно позвонить по телефону и назначить консультацию в любом из трех офисов в Бруклине. Главный офис компании Health Brokers находится в Бруклине на Кони Айленд Авеню. Здесь вы не ошибетесь. Приезжайте сюда и заходите в здание прямо напротив Тити Банка. Ну и помните, что в нашей жизни самое главное – это все-таки здоровье. Если вы путешествуете по национальным паркам, следите, чтобы двери вашей машины всегда были закрыты. Иначе к вам может заглянуть вот такой вот черный незваный гость. Медведи обычно проверяют автомобили на наличие в нем еды. И если найдут, то будьте уверены, сидят все до последней крошки. Ну и напоминаю, что если вы сняли необычные кадры или стали свидетелями какого-то происшествия, отправляйте свои видеокадры нам на почту или через бот в телеграм-канале Чередов Нью-Йорк. Мы всегда рады показывать кадры именно наших подписчиков. Ну а я Денис Чередов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео и напишите пару слов в комментариях. Если вам нравится наша работа, то поддержите нас донатом. Огромное вам спасибо за поддержку, за ваши лайки и комментарии. Увидимся!